Взгляд японские стратегии допустили просчет Л. Японские стратегии допустили просчет 20 января 2015 года, 18.41 фото, кадр из видеотекст, Георгия Сатриан Боевики исламского государства взяли в заложники двух японских граждан Террористы требуют выкуп в 200 миллионах долларов, вдвое больше, чем Токио выделил в поддержку международной коалиции, воюющий СИК Эксперты отмечают, западные союзники Японии в похожих случаях отказываются платить выкуп Но гибель заложников может стоить японскому лидеру Синдзабе премьерского кресла Террористы их опубликовали во вторник очередное видео с заложниками В этот раз боевики исламского государства заявили, что убьют двух граждан Японии, если не будет выплачен выкуп в размере 200 миллионов долларов На это фундаменталисты дали японцам 72 часа В видеоролике, опубликованном американским агентством АП, боевики ИИК угрожают казнить заложников, если не будут выплачены деньги Захват заложников исламистами стал первым подобным случаем в истории Японии Примечательно, что ролик начинается с кадров выступления японского премьер-министра Синдзабе в Каире 17 января Тогда АБ объявил о начале поддержки Японии и международной коалиции по борьбе с ИИК и выделил для этого 100 миллионов долларов, отмечает В видео содержится обращение к правительству и народу Японии, передает Хотя вы находитесь в 8,5 тысячи км от исламского государства, вы осознанно принимаете участие в этом крестовом походе Минус сказал боевик ИК с сильным британским акцентом Вы, власти Японии, с гордостью выделили 100 миллионов долларов на убийство наших жен и детей, на разрушение домов мусульман Поэтому цена жизни одного из этих двух японских граждан составит 100 миллионов долларов, минус добавил террорист Премьер-министр Японии уже отреагировал на захват заложников Новость о захвате своих соотечественников АБ узнал в Израиле, где находился с государственным визитом в рамках своего турния по странам Ближнего Востока В Израиле АБ собирался обсудить совместные с Израилем действия контртеррористической направленности, отмечает На записи боевиков запечатлены японцы Киндзи Гота Дива и Харуна Юкава, сообщает АП Япония требует скорейшего освобождения своих граждан, взятых в заложники боевиками ИК Минус сказал журналистам премьер-министр Японии Синдзо АБ Премьер Японии добавил, что освобождение заложников является приоритетом правительства Требуемая сумма не случайно по-видимому, произошел внешнеполитический просчет японских стратегов Японцы знали, что у ИК находится двое ИК граждан, и все равно выделили сумму на борьбу с терроризмом ИСИК в частности Нетрудно было догадаться, что будут последствия такого шага, отметил газете «Взгляд» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Ран Валерий Кистанов По странному совпадению сумма выкупа, которую требуют террористы ИК, равняется сумме, которую Япония выделила на борьбу с этой террористической организацией Эксперты полагают, что руководство ИК пытается запугать японцев и показать им, что не стоит лезть на Ближний Восток Один из заложников, японский журналист-фрейлансер Кинзи Гота, отправился на Ближний Восток в октябре 2014 года Он возглавляет компанию Independent Press, которая специализируется на создании документальных фильмов из горячих точек Журналист вел активные записи в социальных сетях во время своей поездки В конце октября связь с Гота была потеряна Цели поездки другого заложника, Харуны Юкавы, остаются туманными В 2014 году Юкава создал частную военную фирму и отправился на территорию Ирака или Сирии Спустя несколько месяцев он выложил в интернет несколько видеороликов Позже он сообщил, что отправляется на самое опасное дело в своей жизни Позже, летом 2014 года, появилась информация, что он похищен экстремистами ИК Доходный бизнес исламистов статистика захвата заложников на территории Сирии и Ирака боевиками ИК впечатляет Так, радикалы ИК только с начала сирийского конфликта в 2011 году сумели взять в плен более 23 человек из 12 стран Большинство заложников ИК были гражданами европейских стран Экстремисты требовали выкуп и, по всей вероятности, время от времени получали его В марте 2014 года террористы потребовали выкуп за трех заложников из Испании Капрель Уик отпустил пленников Осенью 2014 года Италия заплатила 6 миллионов евро заработника ООН Федерико Матки Что касается американских и британских заложников, то здесь были трудности Так, США и Великобритания напрочь отказываются выкупать своих граждан, находящихся в плену в боевиков По мнению англосаксов, это поддерживает и спонсирует террористическую деятельность и стимулирует террористов к захвату новых пленников Боевики захватили японцев и именно потому, что Синдзабы находятся в турне по Ближнему Востоку Ни с того ни с сего не будут хватать Ведь китайцев или корейцев не захватили же Как только какая-то страна вступает в войну с исламским государством, она должна быть готова, что ее людей будут хватать и убивать Минус сказал в комментарии газеты «Взгляд» главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран и Меморан Георгий Мирский Япония, хоть она и расположена на востоке, член западного мира Поэтому если США, Великобритания и Франция объявили войну и крестовый поход против исламизма, Япония не может остаться в стороне, добавил ученый За последние месяцы на территории исламского халифата были захвачены пять заложников Все они были казнены Из них трое, американцы и двое, граждане Великобритании С разной периодичностью исламисты публиковали видео казни граждан США и Великобритании Эксперты отмечают, что в настоящее время в плену УИК продолжают находиться несколько иностранных заложников Однако точная цифра никому неизвестна Террористы пытаются поставить всех своих врагов в западном мире в тупиковое и нелепое положение Отдать выкуп и освободить заложников – плохо, так как террористы будут продолжать это делать Проигнорировать – тоже скверное решение, так как важна ценность каждой человеческой жизни, минус отметил Мирский Удар по АБ в Японии относится очень болезненно к фактам захвата своих граждан за рубежом Подобные случаи, но в другом регионе были отмечены несколько лет назад Это большой удар по АБ лично Поездки по Ближнему Востоку, первой в этом году, придавалось большое значение Отношения со странами региона очень важны для Японии, полагает Валерий Кистанов По мнению ученого, Токио импортирует энергоресурсы с Ближнего Востока и зависим от этих поставок на 85% Премьер-министр АБ проводит очень активную внешнюю политику, много ездит по миру Если эта история закончится трагически и заложников казнят, ему этого не простят У Токи очень ограниченные возможности Если американцы и британцы ничего не смогли сделать, чтобы спасти своих заложников То что говорит о японцах, которые знают регион хуже, отмечает Кистанов У Японии меньше рычагов, связей и возможностей в регионе Ближнего Востока, добавил Валерий Кистанов По мнению ученого, так как Япония, очень состоятельная страна и крайне трепетно относится к своим гражданам Вероятность того, что деньги будут выплачены, высока Текст Георгия Сатриан